Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Redfall снова пробивает дно. The Day Before меняет название. Создатель God of War выражает скепсис по поводу Starfield, а бета-тестеры разносят в пух и прах свежую сборку Skull and Bones. Вы смотрите игровые новости. Надеюсь, все заранее приготовили освежающий компот, поджарили парочку-другую овсяных блинов и не забыли погладить котика, потому как в ближайшие двадцать с лишним минут отвлекаться на все это будет некогда. Точно готовы? Только не нужно обижать котика. Ну, коли готовы, тогда погнать сперва и справляемся. В свежем ролике календарь релизов была допущена досадная ошибка. Автор текста самую малость запутался в лоре Тодда «Покупай меня полностью» Говарда, назвав сценаристом грядущего Starfield Джонатана Нолана, который к сюжету космической ролевой игры отношения никакого не имеет. Нолан приложил руку к сериальной адаптации Fallout от все того же талантливого геймдизайнера, о чем все тот же автор говорил в предыдущих новостях, а потому вводные данные в голове самую малость переплелись и была допущена оплошность. Искренне перед всем извиняемся, а за внимательность благодарим пользователя Телеграм с ником Серж Блэков. Ты большой молодец. И да, Witchfire, игра от студии The Astronauts в жанре темного фэнтези с элементами рогалика, выходит в ранний доступ для ПК 20 сентября. Изначально игра должна была выйти в начале этого года, но переносы ее, как это нередко случается, не миновали. А потому что-то как-то вылетелся и мрачный боевик у нас из головы, вы уж не обессудьте. Да и вообще, пора бы уже игру и выпускать, а разработчики, чтоб больше никаких переносов. А мы тем временем напомним, что эти самые разработчики состоят сплошь из авторов таких знаковых боевиков, как Painkiller, Bulletstorm, а также The Vanishing of Ethan Carter, а само производство игры ведется с 2017 года. По сюжету игрокам предстоит отправиться на охоту на ведьм, используя при этом всю мощь доступного арсенала, состоящего как из оружия, так и из запрещенной магии главного героя. Большинство заклинаний базируются на четырех стихиях, а их взаимодействие может давать новые возможности. Фух, ну теперь можно с чистой совестью приступать и к новостям. Интересный факт. Примерно за пару недель до релиза Starfield куда-то внезапно исчезла двухнедельная пробная версия Xbox Game Pass. Это значит, что теперь не получится поиграть в космический ролевой эпик от Bethesda за 1 доллар. Филя Спенсер оперативно подсуетился, нечего сказать. К слову, это далеко не первый случай, когда Xbox убирает пробную версию. Однако временной период, во время которого это произошло на сей раз, наводит на крамольные размышления о том, что компания-гигант, вот сюрприз, хочет извлечь максимальную выгоду из тех, подозреваем многих, кто будет играть в Starfield через данный сервис подписки. Напомним, что в конце 2020-го новые подписчики получали три месяца игры за 1 доллар, а вскоре это предложение было заменено на постоянное, один месяц за ту же цену. Но в начале этого года эта услуга была полностью отменена. Позже она появилась вновь, видоизменившись на 14 дней подписки за 1 бакс. По состоянию на данный момент неясно, будет ли Xbox предлагать новичкам какие-то другие привлекательные стимулы для участия в Game Pass. Вполне вероятно, что компания считает, будто Starfield сам по себе является достаточным стимулом. А пока игроки, затаив дыхание, ждут Starfield, некоторые журналисты и создатели видеоконтента уже вовсю играют в хайповый космический эпик. Однако на то, чтобы получить возможность наконец поделиться мнением об игре, им все же придется подождать, пока не истечет пресловутая эмбарго. Только после того, как это произойдет, появится возможность рассказать о своих впечатлениях. Однако это, похоже, совсем не мешает Дэвиду Яффе, создателю God of War, серии Twisted Metal и блогеру, что на днях поспешил написать на сайте X свои размышления об игре. Сказал он следующее, дальше пойдет цитата. «Я наконец-то закончил Starfield. В ней, конечно, есть гениальные моменты, но я не чувствую, что она может встать рядом с классическими играми». Концовка так вообще получилась абсурдной, что хоть отчасти и понятно, учитывая тему игры в целом. Но в любом случае, камон, это же развлекательный продукт. В общем, я не знаю, мне нужно еще раз все это обдумать. Конец цитаты. Что ж, создается впечатление, что Яффе испытывает противоречивые чувства по поводу проекта. Тут надо оговориться, отметив, что человек этот известен несколько импульсивными реакциями. Да и к тому же довольно непросто правильно интерпретировать его высказывания, поскольку нам доподлинно неизвестно, сколько времени разработчик провел за игрой и чем там занимался. Возможно и так, что он быстро пробежался по сюжетной ветке, чтобы как можно скорее пройти игру и выразить мнение, пропуская важные для погружения второстепенные задания. А такой подход явно не даст получить полноценные впечатления от Starfield. Red Dead Redemption 2, Ведьмак 3, Dead Stranding. Мы любим эти игры, нам нравится в них играть. И думаю, у многих возникает желание создавать подобные шедевры. Тем более зарплата у геймдизайнеров отличная, от 100 тысяч рублей. Да и работать можно из любой точки мира. Как стать геймдизайнером? Конечно, нет волшебной таблетки, которая во мгновение ока сделает из вас нового Кодзиму. Но есть курс Game Designer от XYZ, который обучит вас спроектировать игры, создавать игровые миры, а также разрабатывать уникальные механики. Мы не будем вам рассказывать про то, что хороший геймдизайнер на вес золото, а значит монетизировать свое творчество максимально легко. Мы также промолчим про то, что программа разработана практикующими специалистами, которые работали над Assassin's Creed Valhalla и Atomic Heart. Мы даже не будем говорить про то, что выпускникам курса XYZ выдают сертификат государственного образца, который подтверждает полученные навыки, что, несомненно, поможет в трудоустройстве. Не стоит упоминать и то, что у XYZ множество реальных положительных отзывов и средняя оценка 4.9 на независимых площадках. Нет, вы это и без нас знаете. Но вот чего вы точно еще не знаете, так это то, что если вы станете геймдизайнером, ваша жизнь никогда не станет прежней. Ведь профессия геймдизайнера — это уникальная возможность создавать миры, персонажи и истории, которые будут захватывать воображение игроков со всего мира. А благодаря подробному фидбэку преподавателей и работе над реальными задачами, на курсе от XYZ вы получите эту возможность. Обучайся новой профессии вместе с XYZ. Переходите по ссылке в описании или к QR-коду на экране. А чтобы вам было проще решиться, ловите дополнительную скидку 10% по промокоду DLC. Отечественные разработчики Fantastic подали заявку на регистрацию новой торговой марки под названием Dayworld, что, учитывая проблемы с авторскими правами у компании в недалеком прошлом, наводит на размышление о том, что многострадальная выживалка The Day Before может быть в скором времени переименована. Впрочем, быть может название Dayworld не более чем запасной вариант на тот случай, если Fantastic проиграет судебное дело. Однако, если верить материалам суда, текущий статус судебного дела значится как «приостановленный». Это может подразумевать, что студия Fantastic необходимо сократить свои финансовые потери и начать продвигать их грядущий проект под новым названием. Тем более, что релиз вроде как не заставит себя долго ждать. Выход игры намечен на 10 ноября, хотя не исключены и всякого рода переносы. Для тех, кто не знал или успел забыть, The Day Before — это ММО-выживалка в открытом мире, действие которой происходит в постпандемийных Соединенных Штатах. Игра стала известна в том числе за счет многократных переносов. Они у Fantastic случались настолько часто, что игроки не единожды успели и вовсе усомниться в существовании игры. Как мы все прекрасно знаем, релиз последней на данный момент игры от студии Arkane Studios вышел крайне неудачным. Игра стремительно набирала отрицательные отзывы пользователей в Steam, после чего вошла в позорный список 15 игр с самыми худшими отзывами в магазине Valve. Спустя несколько месяцев после запуска Redfall, по-видимому, была окончательно всеми забыта. Так, на момент написания данного текста в игру играет 16 пользователей Steam, а пиковое число одновременных игроков за последние сутки было менее 40. Стоит отметить, что, несмотря на обещание Microsoft Arkane поддерживать игру на протяжении длительного времени после запуска, никаких существенных изменений игра отнюдь не получила, а потому ожидаемо начала терять тех немногих игроков, которые надеялись хотя бы на какие-то маломальски полезные изменения, касаемо многострадального проекта. К слову, не так давно появилась информация, что разработчики из Arkane Austin вовсе не были уверены в перспективах на тот момент еще готовящейся игры, а многие искренне надеялись на то, что Microsoft как-то вмешается во все это безобразие и полностью отменит проект. Однако, чудо так и не случилось. Как результат, однозначно худший релиз студии на сегодняшний день. С учетом того, что в Steam активно играет менее 50 игроков, окончательный закат Redfall похоже лишь вопрос времени. Однако же, сама Arkane Austin и не думает унывать, готовясь приступить к разработке некой не анонсированной пока еще игры в привычном для них жанре и без многопользовательских элементов. На это намекает одно из последних объявлений о вакансиях в компанию. Пару дней назад в сервисе экса Илона Маска один из поклонников мрачного экшена The Darkness, ну того, где готичный парень выпускает змей из рук, написал, что у него, мол, возникло желание снова сыграть в данный шедевр. Но у него, вот же не задача, вовсе нет желания доставать и пытаться включить PS3. Мол, старые консоли уже фактически бесполезны. Посему он задал резонный вопрос, а не может ли кто-нибудь сделать ремастер игры и портировать его на ПК. Дело-то плевое, но сам пользователь такими умениями не обладает. Ну что ж, бывает, ни в коем случае не осуждаем. Так вот, в скором времени пользователю неожиданно ответил глава Night Dive Studios Стивен Кик, сообщив, что ремастер The Darkness действительно есть вписки запланированных проектов компании, тем самым косвенно подтвердив его разработку в ближайшем будущем. Напомним, что на данный момент Night Dive Studios разрабатывает ремастеры таких проектов, как Scene Reloaded, Steam Shock 2 Enhanced Edition, Star Wars Dark Forces и 2 Rock 3, поэтому, вероятно, понадобится какое-то время перед тем, как они смогут полноценно взяться за портирование The Darkness. Несмотря на то, что Стивен Кик, ну, будем считать, что подтвердил лишь ПК-версию, можем предположить, что The Darkness будет портирована на все остальные актуальные платформы. Нарративный директор NetherRealm Studios Доминик Чанчолов в интервью IGN на Gamescom рассказал о новой части Mortal Kombat. В нем сценарист подтвердил, что Mortal Kombat 1 станет мягкой перезагрузкой серии, о том мы и без него не знали. Игра позволит начать все с чистого листа, в том числе, что касается исследования новых сюжетных возможностей. Ожидается, что Mortal Kombat 1 всего лишь первый большой шаг на пути к грандиозной истории, которая будет рассказана в будущих сиквелах. Так что, по случаю 30-летнего юбилея франшизы, разработчики прежде всего хотели придать новый импульс сюжету и исследовать новые направления. Сценарист отметил, что нынешняя перезагрузка имеет принципиальные отличия от перезагрузки девятой части. В свое время Mortal Kombat 9 был своего рода ускоренным пересказом сюжетной линии первых трех игр, тогда как Mortal Kombat 1 является точкой отсчета для совершенно новой вселенной. Некоторые поклонники серии, мол, ожидают, что в новой истории завершатся все сюжетные линии. Но нет, все как раз только начнет набирать обороты. Персонажи будут развиваться и меняться на протяжении множества грядущих игр, а вокруг них будет происходить разного рода событий и будут получать развитие необыкновенной идеи. Например, одним из главных нововведений в новом таймлайне являются статусы Скорпиона и Саб-Зиро. В этой части персонажи сделали братьями, а не злейшими врагами. Такое решение, по мнению авторов, способно придать сюжету абсолютно иной уровень глубины и драматизма. В этом году издательство Konami в сотрудничестве со студией Genwit собирается представить новую концепцию в рамках классической серии Silent Hill. Предстоящая игра с подзаголовком Ascension выйдет в формате интерактивного сериала до конца этого года. Однако по сей день многие подробности проекта, в частности детали истории, остаются покрыты тайной. Несмотря на это, разработчики игры начали таки показывать свежие концепт-арты, которые в некотором роде помогают оценить визуальный стиль этой итерации Silent Hill. Свежеопубликованная иллюстрация Ascension демонстрирует непосредственно сам город и его окрестности — основные места, где развернутся события интерактивного сериала. По заверениям представителей студии Genwit, Silent Hill Ascension выделяется большим количеством атмосферных моментов, что новые арты вполне себе даже подтверждает. Подобно коллегам по жанру из финской студии Remedy, который в данный момент активно продвигает свой ужастий Callan Wake 2, авторы Ascension всерьез намерены шокировать зрителей не одними лишь заурядными скримерами и монстрами, но пронзительным сюжетным повествованием и образами, которые воспроизводит дизайн локаций. Разработчики акцентируют внимание на том, что многие вещи в Ascension не всегда будут тем, чем они кажутся на первый взгляд. Сегодня в рамках рубрики Indie Minute расскажем о Sea of Stars. Тактическое приключение с красивой пиксельной графикой и пошаговыми боями совсем недавно стало доступно для домашних консолей ПК и Steam Deck. В центре истории Sea of Stars двое детей солнцестояния, которым предстоит объединить силы Солнца и Луны для того, чтобы вершить магию затмения, и в конечном итоге победить злого алхимика по прозвищу Платоядец. Авторы игры предлагают удивительный и открытый для исследования мир с элементами платформинга, десятки интересных персонажей со своими переживаниями и уникальными заданиями, а также свежий взгляд на классический пошаговый RPG, где в равной степени уживается классический подход и современные механики. Игроки и профильная пресса уже оценили новинку по достоинству. Как пример, в Steam у Sea of Stars отзывы очень положительный, а рейтинг на сайте OpenCritic составляет 90 баллов из 100 и 98 процентов рекомендаций сыграть. На прошедших выходных компания Ubisoft провела очередное закрытое бета-тестирование многострадального пиратского экшена Skull & Bones. Несмотря на то, что проект приближается к релизу, игроки оценивают качество проекта как весьма неоднозначное. Участники за БТС стали активно делиться своими впечатлениями об игре, которые неожиданно сильно разделились. Часть геймеров отмечает технические и визуальные улучшения, другие геймеры ругают разработчиков за изменения некоторых интересных механик. Судя по отзывам участников закрытой беты, новая демонстрация Skull & Bones по своему содержанию оказалась хуже альфа-тестов. С тех пор Ubisoft внесла множество геймплейных изменений, которые, по мнению игроков, сильно упростили потенциально интересные механики. Многие сетуют на то, что старая реализация PvP-режима была на порядок лучше. Теперь же корабли больше не имеют различных типов, таких как грузовой корабль или быстрый исследователь. Система питания переработана не в лучшую сторону, больше нет необходимости кормить или поить команду, а корабельные бафы, которые можно использовать в команде, исчезли без следа. Кроме того, разработчики зачем-то добавили довольно унылые эскорт-квесты, забыв при этом про другие важные аспекты игры. Клановой системы в ней нет, как нет и дружественного огня. Система экипажа из Одиссея Ливальгаллы тоже не была обнаружена. О Шанти, морские песни в грядущей игре даже близко не стоят с теми, что были в Assassin's Creed Black Flag. В игре также нет никакого намека на поселение, город или какой-либо другой строительной системы, где игрок мог бы почувствовать, что он действительно создает пиратский флот, а передвижение по суше приносит только разочарование. По мнению игроков, даже если разработчики решат добавить в игру какие-то недостающие вещи, то на это могут потребоваться месяцы, а по сравнению с последней альфой, игра стала более простой и однообразной, с упором на PvE и самым безидейным PvP в истории. Вместе с теми, кто ругал последнюю версию Skull and Bones, нашлись и те, кто ее хвалил. Как отмечают пользователи, ZBT устранила ряд критических ошибок и в целом стала работать немного стабильнее на всех платформах. В некоторых местах была улучшена визуальная составляющая и обновлен интерфейс, который стал удобнее в использовании. Уже в сентябре состоится выход горячо ожидаемого поклонниками командных боевиков в продолжение Payday, и в преддверии скорого релиза разработчики из студии Overkill Software дали небольшое интервью, в котором подтвердили факт долгосрочной поддержки проекта. Так, уже сейчас у авторов есть четкий план по выпуску контентных обновлений аж на полтора года вперед. Ведущий продюсер Андреас Хеллпеннингер и глобальный бренд-директор Альмир Листа из Overkill Software. В разговоре с журналистами IGN подтвердили, что у них есть высокие ожидания от релиза триквела. Они видят сильную заинтересованность со стороны игроков и это очень мотивирует, а потому авторы собираются активно поддерживать шутер после релиза. Для этого команда составила план на выпуск обновлений, которые будут расширять возможности игры. На данный момент известно, что Payday 3 уже на релизе предложат восемь ограблений с масштабными уникальными картами. А в свою очередь, пост-релизные обновления для боевика будут дополнять арсенал оружия, разнообразие возможностей игрока, а также добавлять новые доступные ограбления. В заключении отметим, что в Overkill Software не исключает возможности того, что в конечном итоге Payday 3 ждет столь же длительная, более чем десятилетняя поддержка, как было в случае с ее предшественницей. В предстоящем шутере Warhammer 40,000 Space Marine 2 от студии Saber Interactive игроки получат свежую игровую адаптацию культовой вселенной, давно и весьма успешно вышедшей далеко за пределы настолок. А по некоторым сведениям, помимо захватывающей одиночной кампании, в игре нас будут ждать и некоторые другие игровые режимы, среди которых особое внимание заслуживает сражение игроков друг против друга, ну или иными словами, брутальные PvP-баталии. Информация о PvP была обнаружена внимательным игроком на официальном сайте игры, которая, однако, через несколько часов была такова. Ранее на сайте можно было найти надпись, которую можно перевести не иначе, как «Сражайтесь за славу вместе с друзьями или против них». Ну и что это может быть, если не PvP-сражение? В описании к игре также была добавлена строчка «Продолжите историю легендарного лейтенанта Титуса в захватывающей одиночной или совместной кампании для трех игроков», или «Сыграйте за своего собственного морского пехотинца» в режимах PvP и PvE. Информацию о PvP оперативно удалили, вполне возможно, это было сделано по банальной причине публикации о наиранше запланированного срока. К слову, сегодня разработчики проекта проведут специальную трансляцию, в рамках которой обещают поделиться свежими подробностями. Возможно, как раз на ней расскажут что-то и про мультиплеер. А релиз Warhammer 40 000 Space Marine 2 запланирован на 2023 год для ПК и консолей, пока что без более точной даты. Если вы являетесь поклонником Assassin's Creed или хотите познакомиться с серией игр от Ubisoft впервые, то для вас есть хорошие новости. Потому как в рамках подписки на PlayStation Plus Extra или PlayStation Plus Premium можно бесплатно получить аж 13 игросерий Assassin's Creed. Список доступных по подписке игр включает следующие. Assassin's Creed 3 Remastered, трилоги Assassin's Creed Chronicles, Assassin's Creed 4 Black Flag с дополнением Freedom Cry, Assassin's Creed Odyssey Origins, Assassin's Creed Rogue Remastered, Assassin's Creed Syndicate, трилогия Ezio и Assassin's Creed Unity. Ох, передоз ассасинов. Как вы могли заметить, в столь внушительном списке не нашлось места оригинальной игре про Альтаира и Assassin's Creed Valhalla. Причина, почему так не сообщается. На какой период все эти проекты заглянули в PlayStation Plus также доподлинно неизвестно, ведь ни PlayStation, ни сама компания Ubisoft не представили какой-либо информации об этом. Ну и важная оговорка – все вышеперечисленные игры вовсе не являются бесплатными и не добавляются в вашу библиотеку. Как только они исчезнут непосредственно из PS Plus Extra и PS Plus Premium, вы больше не сможете получить к ним доступ, так что если кого заинтересовало, вероятно стоит чуток поторопиться. Согласно сообщению, прозвучавшему в подкасте Xbox Era, разработка шестой номерной части серии Gears of War может находиться близко к финальной стадии и выйдет даже раньше, чем многие ожидали. Об этом сообщил инсайдер Specialnik, который, ко всему прочему, намекнул на вероятность того, что предстоящий боевик от третьего лица будет игрой с открытым миром. Возможность того, что Gears 6 находится на завершающем этапе разработки, к слову, не так уж маловероятно, как может показаться скептикам. Ведь предыдущая Gears 5 вышла в 2019 году и с тех пор, кроме релиза на Xbox Series в году 2020, студия разработчик The Coalition ничего не выпускала и даже не анонсировала. Да, ходили какие-то разговоры о небольшом проекте, который, судя по всему, был отложен. А также известно, что технологический отдел компании тесно сотрудничает с Epic Games на Unreal Engine 5. Да вот только о новых играх пока даже не упоминалось. Получается, что с момента выхода Gears 5 прошло аж четыре года. А учитывая средний цикл разработки AAA-игр сегодня, что, как правило, составляет от четырех до шести лет, есть осязаемая вероятность того, что Gears 6 может появиться в конце двадцать четвертого или в начале двадцать пятого года. С того момента, как стало известно, что Starfield на Xbox будет работать с локом в 30 фпс, воодушевление релизом новой космической ролевки у владельцев данной консоли немного подугасло. Потому как нынче от AAA-игр подобного масштаба ждут максимальных впечатлений, а вышеописанные показатели отнюдь не вписываются в ожидаемую картину. Однако глава издательства Bethesda Пит Хайнс, вопреки всему, уверен, что пресловутый фпс — это не более чем просто число, и гораздо важнее именно ощущение от прохождения игры. Такую фразу Хайнс обронил в рамках недавнего интервью с ресурсом GameStar. Хмм, попахивает элементарным непониманием логики, не находите? При этом бизнесмен также добавил, что лучше уж пойти на снижение частоты кадров, нежели отказаться от некоторых важных для игры функций, стремясь ее повысить. Тем более, что цифры эти, мол, даже не отображаются на экране во время игры. Наивный? Компания Ubisoft совместно со студией Level Infinite в данный момент занимается адаптацией популярной серии Assassin's Creed для мобильных систем iOS и Android. Первый, вероятно, далеко не последний из подобных экспериментов под названием Assassin's Creed Jade, действие которого развернется в Древнем Китае, выйдет уже в следующем году. Изначально проект собирались выпустить в году этом, однако недавно таки было объявлено о вынужденном переносе. Решение было принято, разумеется, из благих побуждений. Разработчики решили выделить дополнительное время на полировку игры и ее тестирование, дабы убедиться, что проект ни в коем случае не выйдет сырым и недоработанным. Кроме того, авторы мобильной Assassin's Creed подтвердили, что он останется полностью бесплатным. По словам исполнительного продюсера Андрея Чана, Assassin's Creed Jade можно будет пройти с самого начала и до конца, не потратив ни копейки, однако не обойдется без гринда на сотню-другую часов. Примечание редакции. Ах да, команда разработчиков все же рассматривает процесс монетизации, но он совершенно точно не будет привязан к игровому процессу. Отправиться в Донатный Китай, эээ, простите, Древний, разумеется, Древний Китай можно будет в 2024 году на устройствах под управлением iOS и Android. Перейдем к коротким новостям рубрики Блиц. Хакерша Эмпресс сообщила, что, как и множество игроков, активно готовятся к релизу Starfield, заявив при этом, что планируют посвятить игре много времени и пройти ее вместе с платными подписчиками своего канала. Стоп, а чего это с платными-то? Ну, по словам девушки, она слишком устала от оскорблений и потому решила открыть платный культ Эмпресс. Желающим теперь необходимо будет заплатить взнос в размере 100 долларов, а затем платить ежемесячно по 50 все тех же долларов. С платными подписчиками девушка планирует проходить игры и совместно разрабатывать моды. Также Хакерша пообещала создать модификацию, которая добавит поддержку технологий DLSS в игру от Bethesda. Словацкий портал Sector поделился свежей записью геймплея альфа-версии приключенческой головоломки The Talos Principle 2 от студии Devolvo Digital, создателей серии Крутой Сэм. В сиквеле игрокам предложат взять на себя роль робота и отправиться исследовать 12 зон, каждая из которых предлагает уникальные испытания с хитроумными головоломками и разнообразными механиками. Релиз игры запланирован на этот год для ПК, PS5 и консолей Xbox Series. Разработчики CD Projekt Red сообщили в своих социальных сетях о том, что тем игрокам, которым посчастливится приобрести грядущее дополнение Phantom Liberty, достанется в подарок музыкальный low-fi альбом Tapes of Night City, созданный из ремиксов столь любимых поклонниками треков из основной игры. Получить подарок можно будет через My Rewards, аккурат после запуска дополнения. И сейчас наша постоянная рубрика «Цирк с конями». Одним из первых модов для недавно вышедшей Armored Core 6 Fires of Rubicon стала меха в форме Карла Джонсона, более известного как CJ, протагонист GTA San Andreas от Rockstar. Модер под ником Dropov выпустил модификацию в сотрудничестве с другим креативщиком TKPG. Результаты… труда… выглядят в некоторой степени может и аутентичными, но по большей части ошеломляюще безумными. Потому как меха Карл выглядит слишком уж деформированным, и больше похож на персонажа из хоррор фильма или игры, нежели из игры про боевых роботов. А вот оперативность, из которой был сделан мод, можно только поаплодировать. Моделька CJ была сделана примерно спустя 24 часа с момента запуска самой Armored Core. Для тех, кто, что называется, не шарит, поясним. Добавление CJ в игры, к которым этот самый персонаж не имеет никакого отношения, стало своего рода доброй традицией в сообществе моддеров за последние годы. По сути, усилиями авторов модификации CJ появился в серии Marvel Spider-Man, перезапуске God of War и даже в Hogwarts Legacy. Оно и понятно, ведь где только не будут рады легендарному Хоуми из Grove Street. И на этом у нас пока все. Как обычно, будем рады видеть ваши комментарии под видео, подписку на канал и репосты в социальные сети. Не забывайте также про нашу группу во Вконтакте и Телеграм-канал, там по-прежнему регулярно публикуется всякая годнота. Новое видео уже на подходе, а пока оставайтесь с нами, дальше будет только видео. до begr ripping. До встречи! До встречи.